Здравствуйте, в эфире программа 13 этаж, с вами Артемий Заварзин. Сегодня мой собеседник, депутат Архангельского областного собрания Александр Новиков. Александр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Артемий. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Александр Владимирович, как всегда много вопросов у нас к вам. Один из первых это отток населения из региона. Вот последние цифры, более трех тысяч человек потеряла Архангельская область с начала года. Как вам видится решение этой ситуации? Ну, первое нужно отметить, что из Архангельской области за последние годы отток населения выражается цифрами от 8 до 15 тысяч человек. Что, наверное, самое настораживает, я бы употребил такое слово, самое противное в этом, что уезжает в основном молодежь, трудоспособная часть населения, которая не может найти применение своему образованию, своим головам, рукам на производстве или в сферах, отраслях Архангельской области. Поэтому, на мой взгляд, для того, чтобы предотвратить отток населения, требуется создание рабочих мест и тех условий, которые позволяли бы людям оставаться на своей исторической родине и не ехать не весь куда. Александр Владимирович, прерву как раз о рабочих местах. Вот в сфере здравоохранения сегодня вроде как бы намечается такая ситуация, что острая нуждаемость как раз в кадрах, но их нет или они есть, но проходят оптимизацию, секвестирование, реструктуризацию. Вот ситуация в Крыгопольской больнице была, сейчас в 6-й и 7-й Архангельских больницах. Когда я слышу, что грядет очередная оптимизация и модернизация из уст высокопоставленных чиновников на уровне государства или Архангельской области, у меня на спине выступают мурашки, я думаю, опять подсунут какую-то гадость. Я могу сказать, что та якобы оптимизация, которая идет по линии здравоохранения в Архангельской области, является преступлением перед населением Архангельской области. Потому что даже сегодня в центральных районных больницах, в Мизене, в ряде других нет специалистов того профиля, которые могли бы оказать столь необходимую помощь, которая требуется незамедлительно. В частности, акушерская, хирургическая. Поэтому, когда завели речь о том, что мы сделаем высокотехнологические центры в городе Архангельске, в городе Котласе, и туда будем направлять население для оказания высокопрофессиональной помощи, я задаюсь вопросом. Когда ликвидируют фельдшерские, акушерские пункты в районах, когда ликвидируют целое отделение в больницах, то человеку для того, чтобы записаться на прием к врачу, требуется, скажем, Самково, Плесецкого района, ехать в районный центр. А там расстояние-то свыше 100 километров. И во что это обойдется, если бы мы говорили про уровень безработицы или про уровень пенсий, который существует в Архангельской области? Поэтому, на мой взгляд, требуется кардинальное изменение политики. И не трещать там проземских врачей, а немедленно возвратиться к тому, что было. Давайте опять возрождать фельдшерские, акушерские пункты. Давайте не закрывать места в больницах, в центральных районных больницах. Бардак сегодня, так называемый, наметился и в сфере пассажирских перевозок. Вот изменения в федеральное законодательство были внесены. Нелегалы вроде как должны уйти с наших дорог, но этого не происходит. Они прикидываются теперь заказными автобусами, ссылаются на то, что не выйдут на рейс, даже несмотря на то, что маршрутной карты нет. Вот, по-вашему, такая ситуация, она почему не спешит меняться сегодня? Ну, я бы вопрос поставил несколько в иную плоскость. Вот, скажем, приехал у меня хороший знакомый из Перми. И говорит, Александр Владимирович, вы представляете, в областном центре, в Сибири, по улицам ходят белорусские великолепные автобусы, государственные автотранспортные предприятия. Чистота, культура, порядок. Человек сидит за рулем в рубашке, как в советское время, а не так, как у нас в пазиков чадящих, едешь за ним и думаешь, как бы не задохнуться. Поэтому, на мой взгляд, проблему нужно начинать не только с вылабливания нелегатов, нелегалов. Сказал, может быть, нелегатов, подвернулось это слово, но уж так наступлю на язык. Наверное, нужно посмотреть внимательно на возрождение общественного транспорта. Тогда, на мой взгляд, многие проблемы будут сняты. Ну, а с нелегалами как бороться? Например, как в Москве, примерно как в Кемерской области. Вы сказали об общественном транспорте, муниципальном в том числе. Вот, например, наши АПАПы сейчас вынуждены продавать собственные лиазы, чтобы расплатиться с долгами по зарплате перед персоналом. И, по сути, транспорт, этот вид транспорта, он показал свою убыточность. Получается, замкнутый круг, мы опять упираемся в пазики. Я думаю, из этого замкнутого круга можно выйти, брать технику в лизинг. Сейчас используется широко. Как в Северодвинске. Как в Северодвинске, берите в лизинг, расплачивайтесь. Потом есть такое понятие реструктуризация долга. Ну, почему бы где-то на время не списать и дать возможность задышать общественному пассажирскому транспорту. И нечего вот это вот толдычить, как глухарь на таку. Рынок сам все отрегулирует, рынок сам все отрегулирует. Пока мы видим, что в сфере пассажирского транспорта в Архангельске, с уничтожением трамвая и троллейбуса, порядка надлежащего нет. Я не случайно про Северодвинск заговорил. Следующий вопрос о городе Корабелов. Там сейчас широко обсуждается тема, связанная с большими подводными лодками, самыми большими в мире, типа Акула. Их ждет утилизация. Большая дискуссия. Есть версии сделать музеи из лодок. Вот ваше отношение к дискуссии этой. Я в июне месяце встречался с Жересом Ван Шамалфюром в Москве по делам. И я сказал, Жерес Иванович, ту самую лодку проекта Акула, над которой вы работали и столько раз ездили в Северодвинск в служебные командировки, и в том числе даже, когда вы стали Нобелевским лауреатом, две лодки поставили под нож. Потому что он говорит, не может быть. Я говорю, Жерес Иванович, а может они действительно устарели? Может быть появились новые, более современные и совершенные? Он говорит, не думаю. Поэтому Жерес Иванович сильно расстроился, а я для себя сделал вывод, что пока лодка не выходила в свой срок, является самой современной, то, скорее всего, на утилизацию отправили эти лодки не министр обороны Шойгу, либо не министр, не командующий военно-морским флотом. Я думаю, поступила директива из Вашингтона. Мозолят глаза ваши лодки, потому что у нас таких нет. Я считаю, что процесс утилизации подобного рода лодок является государственным преступлением, и люди, отдавшие команду на это, должны получить по заслугам. С другой стороны, понимаю, музей с махиной размером девятиэтажного дома превратить лодку, сколько понадобится, скажем, затрат на содержание подобного рода лодки. Поэтому, если удастся северодвинцам добиться инициативы, что хотя бы рубка от акулы осталась в городе, это было бы, на мой взгляд, разумным решением, и не только настоящему поколению, нынешнему, а тому поколению, которое придет на смену, чтобы рубка акулы напоминала о той глупости, которая была сделана ранее. Александр Владимирович, мы беседуем в то время, когда страна, отмечая День ВМФ, готовится отметить 75-летие Дервиша, и невозможно говорить об истории без упоминания о людях, которые делали ее страницы героическими. Среди них и дети войны, которые сегодня не имеют официального статуса, но, тем не менее, с каждым годом их все меньше. Признания нет. Я знаю, что инициатива появилась на уровне регионального парламента. Расскажите о ней. Я скажу так, что депутаты областного собрания, депутатов, в количестве 32 человек из присутствующих, почти 60, а 32 именно голоса, требовалось для того, чтобы решение было принято и считалось легитимным. Так вот, депутаты приняли обращение к правительству Российской Федерации о необходимости внесения закона о детях войны, который не только бы дал статус этой категории населения, а дал определенный перечень услуг или льгот, которые позволяли бы тому поколению, которое перенесло тяжелое детство в годы войны, а потом восстанавливало разрушенное народное хозяйство, чтобы, а сегодня многие оказались в нищете, чтобы хотя бы отдать долг этому поколению. Если правительство российское... В 22 регионах Российской Федерации действует подобный законопроект в разных ипостасях, где-то просто статус, где-то материальное вознаграждение. Поэтому, когда депутаты областного собрания приняли такое решение, я думаю, что представители всех четырех партий нашли присутствующих в областном собрании, поступили мудро. Не кто-то тащил одеяло на себя, чтобы потом кукарекнуть, что это именно мы помогли детям войны. А это было коллективное, взвешенное решение. Я считаю, что это решение абсолютно правильное. Сегодня много людей старшего возраста, раз уж мы о них заговорили, проводят время у себя на дачных участках, в своих кооперативах. И вот как раз новый земельный налог, новая формула его расчета, она повергла многих дачников в шок, потому что он возрос в разы, кратно возрос. И многие дачники в этом плане беспокоятся, что это не только ударит по кошельку, ну и фактически загонит в угол просто всех дачников и садоводов. Как-то вот вам видится разрешение этой ситуации? Снизить это налоговое бремя или иной путь? Я бы сказал так. Хватит господину Медведеву, председателю правительства Российской Федерации и соответствующим ведомствам Министерства экономики, финансов, продолжать вести порочную практику, затыкать бюджетные дыры средствами, которые вытаскивают из карманов населения Российской Федерации. Те изменения в части не только земельного налога, а налога на недвижимость, по кадастровой стоимости, по рыночной стоимости, они неизбежно приведут к негативным последствиям как населения. И я думаю, что, наверное, у государства есть такие бюджетные заначки, что можно было решать многие проблемы, не вытягивая в очередной раз и не выпивая кровь из большинства населения Российской Федерации. А есть еще... Сейчас, Минку. Ручка, у нас время-то позволяет еще? Минутка. Александр Владимирович, есть инициатива на уровне Госдумы сделать земли СНТ, товариществ, приравнять их к землям населенных пунктов. Как вы считаете, поможет ли это как-то? Я, честно говоря, не особенно компетентен в этом вопросе, но я считаю, что те земельные участки, которые обрабатываются дачниками и дают возможность им выживать за счет собственных фруктов, овощей, потому что цены-то сегодня прыгают, извините за выражение, так непредсказуемо и, к сожалению, не снижаются. Я думаю, наоборот, должно быть и налоговое бремя снижено. И я бы эту инициативу доплачивал еще людям за это дело. Александр Владимирович, я благодарю вас за беседу. Спасибо и до новых встреч. Спасибо, Артемий. До свидания, уважаемые телезрители. Это была программа «13 этаж». Всего доброго и до встречи в эфире.